У нас сегодня очень влажно, поэтому я буду сидеть кудрявый. Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодняшний ролик будет посвящен оральной гигиене. Я ранее уже рассказывал о своих любимых зубных пастах, сейчас я расскажу о зубных пастах, которые использовал последнее время. Я отбирал те зубные пасты, которые подходят для моей проблемы. Как я уже говорил, у меня хронический автозный рецидивирующий стоматит. Да, несмотря на то, что я взрослый человек, у меня бывает стоматит, как у ребенка. Стоматит могут в том числе и провоцировать зубные пасты, поэтому мне приходится подходить к их выбору очень осознанно. Сегодня я расскажу о зубных пастах для чувствительной полости рта, которые соответствуют моим условиям выбора, ну и поделюсь впечатлениями, конечно. Но прежде чем мы начнем, я предлагаю подписаться на свой собственный телеграм-канал. Это телеграм-канал, где я рассказываю свои мнения о косметике, о производителях, там я делюсь частичками своей жизни. У нас там такое свободное, веселое общение, обязательно приходите, будет интересно. Ну, не забывайте про мобусти, там вы можете не только помочь мне материально, не только оформить подписку на мой блог, но и почитать бесплатные статьи об уходе за кожей. Ладно, давайте не будем тянуть, давайте начинать. Критерии отбора зубных паст у меня были не слишком сложные, но их было достаточно много. Первое, мне нужна была зубная паста, которая не содержит СЛС. Дело в том, что многие специалисты отмечают, что СЛС может провоцировать стоматит. Несмотря на то, что это в целом безопасный паф, но для чувствительной полости рта он может не подходить. Также мне было необходимо, чтобы это была зубная паста со фтором, и желательно, чтобы количество фтора было указано на упаковке. Я покупаю зубные пасты со фтором, поскольку в регионе, где я проживаю большую часть времени, его недостаток в воде. Думаю, не надо напоминать, что фтор необходим для профилактики кариеса. Ну и кроме того, у меня был важный критерий вкусовые характеристики пасты. Я не люблю слишком мятные пасты, у меня от них сильно щиплет язык, его практически обжигает, это очень больно, поэтому я стараюсь выбирать такие мягкие продукты. Ну и в идеале, что уже практически невыполнимые условия, чтобы была указана жесткость абразива в зубной пасте. Спойлер, ни в одной из сегодняшних зубных паст не указан индекс абразивности, но надо сказать, что это прерогатива скорее такого более премиального ценового диапазона. Итак, первая зубная паста, которую я сегодня покажу, это зубная паста Clean & Fresh от Konzli. Konzli это корейский бренд, насколько я знаю. Также он выпускает линейку по уходу за лицом, он выпускает линейку по уходу за телом, но я, надо сказать, ничего из этого еще не пробовал. Собственно, эта зубная паста, это мой первый продукт от них. Зубная паста выглядит очень приятно, все очень качественно в плане упаковки. Сама она по себе такая гелевая, густая, зеленая. Она имеет очень ярко выраженный мятный, такой чайный аромат. Зеленый чай здесь исключительно химозный, то есть он прям очень сильный аромат зеленого чая. Причем я бы сказал, что зубная паста в принципе имеет как сильный мятный аромат, так и аромат зеленого чая. То есть у вас этот привкус полностью наполняет рот, и он остается после чистки довольно надолго. То есть зубная паста уже не попадает под одних из моих критерий мягкий вкус. Она достаточно абьюзивная, я бы сказал. Кстати, несмотря на то, что бренд корейский, сделан на самом деле в Китае. Пенится эта зубная паста довольно сильно очищает рот, очень здорово. От нее остается, как я уже говорил, довольно длительное ощущение свежести. В целом у меня нет к ней каких-то претензий. Зубы она не то чтобы отбеливает, она просто, просто нормальное, такое обычное средство для ухода за полостью рта. То есть просто удаляет загрязнение, и все, больше она ничего не делает. У меня к ней нет претензий, кроме вот такого насыщенного вкуса зеленого чая химозного, и слишком яркого оттенка, потому что даже пена потом бывает зеленой. В общем, проблем она хоть и не вызвала, но мне в целом она не очень зашла. Следующая зубная паста у нас будет от отечественного бренда Аравия. Я уже много раз показывал косметику Аравия, но вот совсем недавно узнал, что у них вышли зубные пасты. По-моему, это даже новинка в их линейке. Так вот, эта зубная паста, она тоже такая густая, зеленая, гелевая, но она про какую-то другую зелень. То есть она такая больше типично мятная, но при этом у нее есть какой-то такой травяной оттенок в аромате. Она не слишком щиплет язык. То есть я бы сказал, что это мягкая зубная паста. Она пенится средне. В целом ей пользоваться было приятно. Она также не отбеливает, не решает каких-то серьезных глобальных проблем с полостью рта. Это просто ежедневное средство для ухода за зубами. То есть просто, чтобы удалять загрязнение. В принципе, большего мне от зубной пасты пока не нужно. Я более-менее доволен цветом своих зубов. Здесь нам обещают естественную белизну, но опять же, повторюсь, никакого эффекта отбеливания я не заметил. В целом мне подошла эта зубная паста. Пользоваться ей хоть и было приятно, я бы, наверное, не стал повторять. Какая-то она уж слишком обычная, на уровне самого такого обычного масс-маркета, который продается в супермаркетах. Но, в общем-то, она и так сама недорогая. Следующую зубную пасту я уже показывал и покажу еще раз, потому что я снова ей пользовался. Это зубная паста, паста Дель Капитана с имбирем. Эту зубную пасту, по-моему, впервые купил во Владивостоке, в аптеке, и она мне так понравилась своим вкусом, таким мятно-имбирно-сладким, что я много раз ее повторял. И вот я ее повторил в очередной раз. Правда, в таком объеме я ее, кстати, увидел впервые в такой упаковке. Куплена она в фамилии, по-моему. В общем, зубная паста это такая уже гораздо более классическая, то есть она не какая-то не гелевая, она больше похожа на привычную нам пасту. Она имеет очень выраженный аромат имбиря, и она сладкая. То есть здесь прямо присутствует подсластитель. В целом, пользоваться ей очень приятно. Ее главный недостаток, пожалуй, она не так уж хорошо освежает полость рта. После нее хочется воспользоваться поласкивателем. Но меня, пожалуй, она устраивает, поскольку я покупаю ее уже далеко не впервые, потому что вот этот приятный такой привкус мятного имбиря, он все равно как-то умудряется освежать. В общем, свежести, как сказать, не слишком, не не хватает, но по верхней черте, то есть по минимальной черте свежести, вот так скажем. В целом, такая зубная паста очень хорошо подойдет для чувствительной полости рта, особенно если вам мята щиплет там десны, язык, как мне. Потому что вот эта зубная паста, несмотря на наличие таких вот раздражающих компонентов типа имбиря, она очень мягкая. Она очень мягкая, она не слишком сильно пенится. Вообще, она у меня не вызывает никакого дискомфорта. У меня про ней практически никогда не было стоматита. И я доволен уровнем очищения, который она дает. Но не забываем, конечно, что средство гигиены полости рта номер один, это зубная щетка. В общем, надо будет попробовать и другие вкусы, потому что я постоянно покупаю одну ту же антибактериальную. Следующая зубная паста, это, по-моему, новинка от бренда Synergetic. Я думаю, многим он известен по жидкостям для мытья посуды, по жидкостям для мытья полов и различным, таким, бытовой химии, в общем, по уходу за домом. И вот зубные пасты, это, по-моему, недавно относительно они появились, они сделаны в России. И дизайн, как бы, выдает сразу, что эта зубная паста рассчитана, скажем так, для широкого круга. Несмотря на то, что она реально мягкая, то есть она гелевая, она не слишком сильно пенится, она не слишком мятная, у нее отсутствует какой-то яркий аромат, у нее отсутствует привкус, она не слишком сладкая, она выполнена, то есть, вот прям, прям очень хорошо, по моим критериям подходящая. Но! Но она все равно не подошла под мои идеальные критерии, потому что чувство свежести от нее прям никакое. Такое ощущение, что я вообще не чистил зубы. То есть, я что-то там пошоркал во рту, но при этом чувства чистоты не было. У меня чувство чистоты было даже больше от немятных зубных паст, чем вот от такой зубной пасты. В общем, я был крайне разочарован и был очень рад, что она закончилась. Проблем не вызвало, просто пользоваться ей было вот не очень приятно, я не получал необходимого уровня очищения. У меня реально было постоянно ощущение грязных зубов после нее. Следующая зубная паста, она, думаю, знакома многим. Это Splat Active. Я ее покупаю тоже не в первый раз, но в предыдущий раз ее покупал очень давно. Это зубная паста гелевая, она имеет такую коричневую, темно-коричневую цвет. При этом у нее аромат такой, знаете, слегка какой-то анисово-лакрично-мятный. То есть, ну, ой, я его нос накормил зубной пастой. Такой немного нестандартный. Пенится она коричневой пеной. В целом у нее такой травянисто-мятный привкус. Может быть слегка сладковатый, но в целом она у меня не вызвала никакого дискомфорта, потому что мой сосед ее пробовал, и ему она показалась очень неприятной. Ну, для меня такая зубная паста очень подошла, потому что не вызывала проблемы. Да, пенится она довольно сильно, но, опять же, она не щипала полость рта, она прекрасно очищала. Было ощущение свежести, при этом не щипала язык. В целом подошла под мои критерии. Здесь, по-моему, есть содержание в ТОР и нет СЛС. Я думал, что сплат у них у всех нет там СЛС, и есть содержание в ТОР. Оказалось, что надо индивидуально рассматривать состав каждой зубной пасты, потому что те зубные пасты, которые я у них пробовал, они многие были без ТОР и, например, с СЛС. Потом, когда я уже стал разбираться, я уже нашел какие-то триггеры в зубных пастах, которые вызывали у меня стоматит. Я стал более осознанно подходить к выбору паст. И вот из их линейки мне понравился только такой актив. Следующая зубная паста, про которую я расскажу, это Sense1. Между прочим, это паста, которую мне посоветовали подписчики. Я как-то создавал пост довольно давно, чтобы они посоветовали пасту для чувствительной полости рта. Было достаточно много советов. Большое вам спасибо за то, что принимаете участие в жизни моего рта. Простите. В общем, да, я заказал ту зубную пасту Sense1. Первый раз ее покупал в аптеке, но потом выяснил, что в аптеке получается дорого. В магазинах на ней убывают иногда акции. В общем, имейте в виду, что ее можно покупать значительно дешевле, чем в аптеках. Но вообще, она предназначена именно для какого-то проблемной полости рта. Хотя, надо сказать, что здесь отсутствует информация об абразивности. То есть, это не какая-то профессиональная зубная паста. Это скорее просто зубная паста для широкого круга, предназначенная для чувствительных зубов. В общем, Sense1 мне понравилась, потому что есть фтор, потому что нет СЛС, потому что она такая классическая мятная, она не гелевая. Но все-таки гелевая паста, они классные, но они очищают не так хорошо. Вот. И Sense1 на самом деле стал для меня такой палочковой ручалочкой. Когда я хочу попробовать что-то новое, ну не знаю что, зубная паста заканчивается, я просто хватаю эту зубную пасту и знаю, что она хорошая. Она реально классная. Она не щиплет язык. Она очень слабо пенится на самом деле. Она может показаться непривычной. Тем не менее, ощущение чистоты от нее присутствует. Ощущение свежести тоже есть. Это прям такая классическая зубная паста на минималках. В общем, эта зубная паста у меня регулярно появляется на полке, потому что она удовлетворяет всем моим критериям. И она достаточно недорога, поскольку зубные пасты, которые подходят под все эти критерии, они часто очень находятся в высоком ценовом диапазоне. В бюджете сложно что-то найти. Но это ни в коем случае, конечно, не реклама, но когда какая-нибудь акция, я стараюсь закупиться надолго. Ну, напоследок, давайте обсудим поласкиватель для полости рта. Вот у меня аж два есть законченных ополаскивателя. Это Waterdent с лоргексидином. На самом деле, это первый за очень длительное время ополаскиватель для полости рта, который меня идеально устроил по вкусовым характеристикам. Потому что он дает ощущение свежести. Он при этом нет ощущения, что вы набрали полный рот бытовой химии или какой-то растворенной зубной пасты. То есть, это ощущение свежести, оно не через то, что он вам выедает все слизистые, а через просто вот такое вот мягкое очищение. И этот вкус, который остается такой легкий, мятный, приятный, который постепенно сходит на нет. Мне еще чем-то напоминает какой-то чуть-чуть привкус минеральной воды. В общем, это реальное ощущение свежести. При этом этот привкус, он вас не сопровождает. Он просто сходит на нет. Потому что, например, Colgate Plax там какой-нибудь с зеленым чаем, тот же самый Листерин. А после них остается прям привкус, который во рту присутствует долго. А вот здесь абсолютно ненавязчиво. Единственное, что больше я им пользоваться не буду, потому что он не подходит под мой критерий. Здесь отсутствует фтор, и здесь присутствует хлоргексидин. Я как-то не имею ничего против хлоргексидина, кроме того, что давным-давно я слышал, что хлоргексидин якобы желтит зубы. И я полез проверять эту информацию, потому что, использовав 2 бутылочки, я об этом вспомнил. Я, в общем, полез смотреть эту информацию, и я нашел комментарий производителя. Там под одним из продуктов на озоне производители спросили, действительно ли хлоргексидин желтит зубы. И производитель ответил, да, что ополаскиватель с хлоргексидином желтят зубы. Поэтому он не рекомендует ими пользоваться каждый день. А я, вообще-то, ополаскиватель покупаю, чтобы пользоваться им каждый день. Поэтому сейчас ищу альтернативу. Ну что ж, на этом все новости о ральной гигиене. Спасибо, что были со мной. Напишите, чем вы сейчас пользуетесь, какая у вас зубная паста, есть ли у вас какие-то проблемы в полости рта, которые зубная паста помогает решить. И обязательно напишите, какие марки-ополаскиватели вы предпочитаете. В прошлый раз мне общение с вами очень помогло найти, вот, буквально, любимую зубную пасту Sense1. В общем, всем большое спасибо за внимание, и до встречи в следующих роликах. Всем пока!